Так, мое детство прошло, значит, прошло послевоенное время, после 44-х года, в высылке я был рожден там. Но из воспоминаний близких своих родственников, которые были тоже высланы в то время, родители во время пересылки умерли, вот мои близкие, мои родственники, я знаю, что семья, значит, две сестры и брат, которые, значит, забирали родители, умерли, остались одни, они были, им по 13-14 лет было, они, значит, их забирали в детдом, в детдом забирали, и вот на катерах салили, везли по РТШ, значит, в детдом где-то, и они там, он спрыгнул с этого катера, вот переплыл, это убежал, и потом своих сестер вытащил. Они сегодня, вот эти две взятия, они сегодня живы, их детство, ну, это не передать словами, что было для детей в тяжелое военное время, особенно о нашем народе, если говорить, то это вообще ясно, что было очень тяжело, даже не во время войны, а до войны, все равно была тяжелая жизнь, обусловленная житьем глубоко в горах, и поэтому им воспоминания, вот светлая им память тяжелая передают по всей стране, России, многие дети, подростки, юноши, 13-14 лет стояли у станков, дети, которые жили в деревне, села, собирали колоски, пшеницы, остатки самые, с полей после уборки, картофель и так далее. Что сказать, что это память, светлая война и дети, конечно, это очень тема, много освещена во всех, значит, многими писателями, многими кинорежиссерами, поставили очень много фильмов, фильмов, которые вот смотрел в детстве, я это прекрасно помню, значит, как это проходило у них, как жизнь у них была такая, какая тяжелая. Что сказать особенно о нашем народе, конечно, действительно у всех детства, те многие люди, которые эти были дети, они многих уже нету в живых, осталось очень мало, поэтому делиться с ними сейчас воспоминаниями, говорить о них, что они, вот как они привыкли, их не рассказывать, только мы помним, знаем. Ну и все, естественно, мы чтим их, как можно сказать, даже тех, как защитников. Они, эти дети, они колали победу тоже на своем мирном трубе. Сколько станков, сколько многим сейчас дали города доблести, воинской доблести, значит, городам не присунули, мы знаем. Почему? Потому что труженики тыла стояли даже наравне со взрослыми, пожилыми людьми, дети. Отдавали все для фронта, свои силы, свои знания, труб. Что еще? И вот эти, вот мы, кажется, после смерти родителей, вот эти дети, которые были в детдомах, многие пропали. Мы знаем, что они, вот наши родственники, даже я знаю, что они, бесследно, после детдома они пропали, и неизвестна их судьба. Многие просто сохранили родственники, ближайшие, приютили этих детей, хотя родители погибли, близкие как-то, они выжили. Вот из оставших вот это есть, у меня вот это, как можно назвать, действительно тяжелейшей судьбой. Вот у меня родственники по матери, это двоевные сестры Балаевы, Ашат Балаева, Зейнап, которые, они родители умерли, они сами выживали в тяжелых условиях. Продолжение следует...